В Москве проходит Российская энергетическая неделя одной из ключевых мероприятий в сфере энергетики, которая в последнее время и на европейском континенте и во всем мире стала гораздо более актуальной, чем финансовое и военное направление. Вместе взятое по традиции программа «Донельзя» насыщено всевозможными научными конференциями и обсуждениями встречами на высшем министерском уровнях, но мы вряд ли погрешим против истины, если скажем, что основной лейтмотив и вектор Рина задал Владимир Путин, который традиционно обратился к участникам с приветственным словом. Это самое слово оказалось предельно жестким, прямолинейным и не допускающим двоякости толкования. Если внимательно проанализировать речь российского президента, то основной посыл характеризуется предельно просто. В Европе дается последний шанс вспомнить о своей реальной, а не декларируемой независимости, и даже не помириться с Россией, а хотя бы просто спасти себя на пороге зимы. Первые же реплики дали понять, что Россия окончательно отошла от дипломатических лексических реверансов. Протокол отложен до лучших времен. Абсолютно не все вещи будут называться своими именами. В частности, Владимир Путин без всякой вежливости назвал подрыв трех веток северных потоков актом международного терроризма. То есть пока Швеция играет в игры под общим сценарием мы провели расследование аварии, но результаты вам не покажем российский. Лидер несомненно на основании выводов собственных спецслужб вбивает в головы присутствующих и сидящих у мониторов. Это было нападение и теракт, причем нападение было совершено не только на Россию. Это удар по всему Европейскому Союзу основная цель этой беспрецедентной по своему беззаконию акции разрушить малейшие шансы Евросоюза на заключение взаимовыгодных торговых отношений с Москвой. Дальше больше Путин говорит о том, что перед нами фактически системный вышедший на транснациональный и потоковый уровень международный терроризм. Организаторы и идейные отцы которого известны всем международные игроки вставшие на путь энергетического террора не имеют никаких других целей кроме окончательного подчинения Евросоюза и получения максимальной прибыли от продажи. Собственных энергов по безальтернативным ценам имя главного, выгода приобретателя и любителя решать вопросы при помощи очень грязных приемов не звучит открыто, но оно и так понятно любому кто не свалился с Луны 10 минут назад. Под следующим по порядку но не по важности идет пункт о сломе привычного и логичного порядка ведения торговли Россию. Никто не может упрекнуть, в том что она хотя бы раз хотя бы на час перестала быть надежным поставщиком столь дефицитных в старом свете энергоресурсов Москва. Из года в год стучало в двери европейских правительств в министерств и профильных компаний с предложением о заключении долгосрочных контрактов которые выгодны. Всем без исключения игрокам рынка многолетние контракты подразумевают невоображаемую зависимость а гарантирует стабильность поставок и цен которые в последние неспокойные годы чаще пляшут дикие краковяк чем спокойно стоят на месте. В подобных соглашениях прописаны всевозможные форс-мажоры и флуктуации стоимости ресурсов но вместо этого в Европе безальтернативно внедрили спотовые сделки. Путин не стесняется выражениях и бьет в самое больное в кошелек каждого рядового жителя ЕС по самым скромным подсчетам из-за отказа от долгосрочных контрактов и перехода на споты. Евросоюз понесет дополнительные убытки в размере 300 млрд евро еще раз дополнительные убытки которые будут изъяты из семейных бюджетов немцев французов итальянцев и так далее. Все убаюкивающие сказки продолжают российские президенты о том что бездумно оторванутые поставки с востока можно заменить импортом из-за океана уже показали свою полную несостоятельность. Сжиженный природный газ плыл в европейские порты. Ровно до того момента пока его стоимость на рынках Азии не стала выше в этот момент все газовозы не связанные никакими долгосрочными обязательствами просто развернулись и ушли на юг что характерно не слова пропаганды лишь голые факты прекрасно известные. В Брюсселе здесь мы позволим себе кратко прервать президента и для понимания полноты картины а также насыщенности смысловой палитры рен дадим слово другому докладчику пока ауди выходящая далеко за стены московского выставочного центра переваривала первую часть услышанного вишенку на торт установил Алексей Миллер. Глава Газпрома без егоков сказал что без российских газа зимой могут в самом прямом смысле вымерзнуть целые города. Да и вообще нет никаких гарантий что Евросоюз доживет до апрельского тепла в своем текущем составе и конфигурации. Примечательно что этот совершенно не дипломатичный выпад западные СМИ проигнорировали с потрясающими единодушием. То есть возразить Алексею Миллеру по сути просто нечего а привычное увещевание собственное население уже видимо воспринимает крайне неохотно особый акцент сделан на северных потоках. Путин очевидно опираясь на подробное техническое заключение говорит что отремонтировать разрушенное в результате диверсии трубопроводы можно только Россия пока не видит в этом смысла он и появится лишь в том случае если Евросоюз таки решит не замерзать. А вернется к спокойной практике торговли как это было до начала самоубийственной санкционной свистопляски грубо говоря Владимир Владимирович предлага чемпионат Европе вернуться в физическую реальность признать собственные потребности и все будет как прежде потоки вновь понесут к берегам Германии 100 миллиардов кубометров голубого топлива дарящих свет в квартирах тепло батареи и бесперебойную работу общественного транспорта. Судя по простоте и наглядности формулировок Владимир Путин обращается не столько к лидерам Евросоюза сколько к рядовым гражданам и учитывая нарастающее количество массовых демонстраций в Германии Австрии Франции и других странах с требованием восстановить торговые и энергетические связи с Москвой цель выбрана совершенно осмысленно. Главная сложность понимания действий России заключается в том что массовое западное обыватель воспринимает текущее событие скорее с точки зрения эмоций и дальнейшего планирования уже ни у кого нет. Никаких сомнений что Евросоюзу в текущий переломный период истории авторами рукотворного кризиса уготована роль жертвенного барана беды и горести простых граждан. Ровно как и державное стремление местных правящих лита не интересует бенефициаров за проекианом Россия же в своем фантастическом терпении стремится не просто сохранить рынки сбыта и источники пополнения газбюта восстановленные нити газопроводов в самом прямом смысле смогут сшить удержать ЕС в его нынешних границах не допустив прогнозируемой дефрагментации распад такого мощного богатого игрока стоящего на перепутье мировых торговых путей. Заденет всех особенно те страны с которыми имеются обширные торговые экономические отношения в Москве просто не нужно крушение еврозоны и евро как валютная единица текущий статус-кво отвечает интересам и Москвы и Брюссель Россия готова не спасти Европу но вернуться к взаимовыгодным отношениям меч отправлен на противоположную сторону и только от решения европейских лидеров зависит ближайшее будущее потому что зима уже очень близко. Но и в заключение Европе грозят ужасные последствия из-за диверсии на газопроводах Северные потоки Северный поток-2 таким мнением поделился китайский политический эксперт. В конце сентября на трубопроводах Северный поток-2 было зафиксировано несколько утечек газа из-за взрывов повредивших магистраль. По мнению терроризу инцидент на Балтике является диверсией и последствия которой будут крайне тяжелы для Европы об этом сообщает издание South China Morning Post SCMP. Геополитическая картина прояснилась когда 30 сентября госсекретарь США Энтони Блинкин заявил что нарушение в работе газопровода Северный поток это потрясающая возможность для Европы раз и навсегда избавиться от зависимости от российской энергии. Рассказал автор китайского издания автора семьи отметил что слова Блинкина напомнили ему знаменитую речь Уинстона Черчилля 1946 года о железном занавесе которое фактически ознаменовало собой начало. Холодной войны текущая ситуация с северными потоками символизирует фактически полное разрушение надежд на примирение Запада с Россией в таком случае последствия для Европы ужасные считает эксперт если мир на самом деле находится на грани новой холодной войны то первой ее жертвой станет Европа. Аналитик полагает влияние Соединенных Штатов на европейский континент будет расти вместе с этим вес Евросоюза на мировой геополитической арене снизится и регион в итоге потеряет свою глобальную политическую идентичность Европа находится в опасности и рискует потерять свою глобальную политическую идентичность стать все более зависимой от Вашингтона и погрузиться в немыслимый ранее уровень бедности высказал мнение Террису. Продолжение следует...